Что там в тренде? Опять три взрослых мужика и взрослая женщина. Всем привет, это канал Громкие Рыбы, и это прожарка татарских клипов. Здесь мы смотрим плохие татарские клипы и говорим, что с ними не так. Ну что ж, ра-та-та-та, ра-та-тарские клипы. Пропустив сквозь свои глаза сотни татарских клипов, мы разделили их на группы. В прошлый раз мы показывали супер драматичные татарские клипы. Сегодня мы погрязнем в мире криминальных татарских клипов. Мы криминальный круг. Исполнительница Римма Никитина. И сразу вопрос, Римма Никитина, что ты делаешь в этой вселенной с таким именем и фамилией? Возможно, это некий кроссовер, который изменит эту вселенную? Клип начинается с дискотеки, и вам может показаться, что это просто лайв-съемка с какого-то концерта-исполнительницы, которую она использует в своем клипе. Но нет, это часть сюжета, что уже необычно для татарских клипов. Итак, мы видим, что танцоры и певицы после выступления решили отдохнуть. И возникает вопрос, кто эта женщина? Зная татарские клипы, мы можем предположить четыре варианта. А. Это богатая женщина, которая мутится с молодым парнем Альфонсом. Б. Это мама двух танцоров. Вариант С. Это руководитель подтанцовки. Ну или в заведении не было свободных столиков, и им пришлось подсесть к какой-то женщине. Ха-ха, попались! Тут нет правильного варианта ответа. Это татарский клип. Мы видим эту женщину в первый и последний раз. Далее главная героиня уходит позвонить. И мы видим, что в соседнюю кабинку заходят, видимо, какие-то очень влиятельные люди. Далее героиня возвращается. Охранники ее, конечно же, проворонили. И она путает кабинку и застает следующую сцену. О боже мой! Мужики считают деньги! Все мы знаем, что в России это запрещено. И она, конечно же, бежит всем рассказать об этом. Охранники. Большая проблема охранников, что они всегда бегут в слоу-мо, а она в реал-тайм. И вот, приобретя ускорение, путем снятия туфель с ног, наша героиня убегает. Охранники очень сильно расстраиваются. Очень сильно расстраиваются. И это видно невооруженным глазом. Девушка ловит первую попавшуюся машину и буквально в двух словах объясняет всю ситуацию. Мы воспользовались специальной программой, которая по губам определяет, что говорит человек. И вот, что получилось. Ни-жа-смотри. И далее мы видим, как начинается погоня, и бандиты стреляют в водителя. Его это не убивает, поскольку единственное, что здесь убивает, это монтаж. Мы видим, как машина подъезжает справа, а стреляет она слева, со стороны водителя. Хотя все решается вот таким простым методом. И далее мы видим, что наши герои благополучно отрываются от бандитов. Да, ведь у бандитов какая-то Ауди, а у главных героев Ауди. Хотя это тоже можно было решить простым методом. И далее Римма лечит водителя дома при помощи бинтов. Вау! Да походу она талантливый доктор. Может пока не поздно уйти в медицину? И мы видим, что между водителем и девушкой образуется некая химия. Да ладно, сейчас так. И хоть вы просили без ставок, но здесь очевидная параллель. Итак, второй клип, и он тоже криминальный. И об этом можно судить поначалу. Ну, по крайней мере, выглядит он так, что... По крайней мере, он выглядит так, как будто на фон можно поставить музыку с криминальной Россией, и все будет нормально. Как из небытия вновь появится банда, которую люди назовут Брянские волки. Ну, и по классике начинается все солнечно, и ничего не предвещает беды. До тех пор, пока образ из советских комедий не ударяет мужчину железкой. Итак, бандит приходит домой и смотрит на грабленное. Достает какой-то кусочек бумаги и очень сильно удивляется. Интересно, что же там могло быть? На фотке он видит двух мальчишек, и, видимо, он кого-то из них узнает. Далее домой приходит главный герой, кстати, который похож на актера Стива Кэрролла. Нет, он похож на Уилла Фэрролла. Это больше Стив Кэрролл, он черный все-таки. Нет, это Уилл Фэрролл. Ну, максимум, сын Стива Кэрролла и Уилла Фэрролла. Так, давай ни тебе, ни мне, это тракторист из «Попугая Кеша». Ну, чувак, конечно, умеет прокрастинировать. Вместо того, чтобы позвонить в полицию после того, как тебя ударили, матировка по голове. Пойду-ка, посмотрю видосики на ютубе. Что там у волков сейчас? Что там в тренде? Опять волчары какие-то. И далее мы видим, как судьба разлучает главных героев, потому что одного забирает мама, а второй остается на месте. И это очень странно, потому что одеты они одинаково, скорее всего, они братья. Да ладно! Далее перед нами финальная сцена, где один из героев узнает себя на фотографии. И главные герои обнимаются. И это, конечно, дело вкуса, но я бы не хватался так активно за голову, которую недавно ударил монтировкой. Хотя, погоди-ка, ты смотрел «Бойцовский клуб»? Мне кажется, что этот мужчина — это альтер-эго главного героя. Посмотри, они одеты одинаково в этой сцене, но мать забирает только одного ребенка. Потом эти драки на парковке. Это точно-точно как в «Бойцовском клубе». Ну разве после такого удара не должны остаться следы крови на рубашке или на лице? И это пустая, ничем не обставленная квартира, видеоролики с волками. У человека точно что-то не в порядке с головой. И, возможно, этот клип не так-то прост, как кажется на самом деле. Татарские клипы не то, чем они кажутся. Ну что ж, это был второй выпуск про жарки татарских клипов. Поддержите нас лайком, напишите, какие клипы смотреть в следующий раз. Кстати, может быть, нам позвать кого-нибудь в качестве эксперта из татарской эстрады? Пусть расскажет про всю кухню, про то, как это все делается. Мало ли, может, вообще по-другому-то и нельзя, оказывается. И помните, друзья, не бывает плохих артистов, бывают плохие клипы. Субтитры сделал DimaTorzok